Здравствуйте, друзья! Вот я доставила, это всего три посылки. Целая машина. Спасибо вам огромное. Надеюсь, будет еще много. Вот первая ласточка, первая посылка. Мария привезла гостинцы для наших лохматиков. Друзья, добрый день. В наше сейчас тяжелое время, очень здорово, что получилось, что Виктория может помочь доставить корм и вкусняшки в приют, потому что пока речь на Киевской не может быть в связи с коронавирусом и другими административными всякими запретами. Поэтому присоединяйтесь, есть возможность помочь приюту. Спасибо большое. Ой, продолжаю собирать посылки. Это одна посылка. Ну, а попросили остаться неизвестными. Заскромничали, не захотели заниматься. Посылки Лохматой Душе. Дорогие друзья Лохматой Душе, сегодня я передала немножко плитке, которая у меня осталась от ремонта для Валентина Сильевича. Потому что все стройматериалы, все, что у вас осталось, все, что вы не знаете, куда пристроить, нам очень нужно. Нас очень много, надеюсь, будет еще больше. И по капле, по немножко, по чуть-чуть, мы наберем такого количества, которое сможет реально сотворить чудо. То есть и подарить жизнь, и построить вольнеры, и помочь кормам, и помочь лечениям, помочь руками. Помощь очень нужна. Но все живы в Москве, и очень многие из нас не представляют из себя, что это за труд, что это за каторжные, вообще неподъемные совершенно деятельности. Ну вот сейчас, пытаемся утрамбовать. Интересно, а сколько же их там влезло-то? Добролаз я до Апрелевки. Познакомьтесь, это Марина, кто не знает. Ну, ребята, я всех призываю, помогайте лохматой душе, отправляйте посылки, пока у нас есть такая замечательная, огромная машина и широчайшей души Виктория. Вперед. Спасибо. А вот это главная помощница, которая помогала грузить мешки. Дымка. Ее подобрали на помойке с купированными ушами, хотели из нее кавказца сделать. А теперь она живет у Марины. Главный звоночек. Друзья, вот наша подписчица Татьяна умудрилась загрузить мне целую машину. А вот и она, знакомьтесь. Спасибо вам большое за доброе дело, потому что вы делаете великое дело. На самом деле, вот словами Валентины, полмира понимают и любят животных, а половина не видят, не слышат, но слава Богу, что хоть не убивают. Но вам большое спасибо и всегда рада, потому что я сама люблю животных. Мне ничего не жалко для них. Спасибо еще раз за доброе дело великое. И вам спасибо большое. Здравствуйте, дорогие подписчики и друзья Лохматой Души. Хочу сказать большое спасибо Виктории за то, что она приехала, забрала вещи для приюта, для, может быть, работникам пригодятся, а также кошечкам и собачкам. Вот, желаю, чтобы больше было помощников, материальной помощи. Сейчас всем трудно, а животным приходится еще труднее. И не объяснишь, что такая в стране ситуация. Спасибо, Татьяна, спасибо вам большое. Потому что хотелось бы, чтобы встречи продолжались у Киевского вокзала, потому что желающих... Ну, такое количество вам все равно не довести до вокзала. Конечно. Ну, опять апрелевка, опять Марина. Не страшен нам холод и мороз, когда речь идет о помощи животным. Мариночка, где вы такую дубленку оторвали? Просто раритет. На подиум, как раз. Да, хороша дубленка. Если снимут, то не жалко будет. Говорите что-нибудь приятное. Я пойду переодеваться. Дефиле так дефиле. Давай домой. Ты что, меня чуть не снесла? Вот это дала. Ну что ж, добрый день, любители животных. Очень рада, что Вика наконец добралась до меня, до апрелевки. Хотя уже и почти середина января. Ну вот, собрали практически целую машину. Ребята, всех призываю. Помогайте, пожалуйста, приюту. Кормите бездомных животных на улице. Ведь очень плохо. Кормите бездомных животных на улице. Кормите бездомных животных на улице. Здравствуйте, друзья. Вот очередная партия посылок, которые мы доставили с Машенькой. Но я хочу сказать вот что. Огромное вам спасибо. С таким теплом и добром, с которым вы передаете эти посылки, то просто приятное на одном дыхании сюда летишь. Скорее вести им эту помощь. И еще хочу сказать, что несмотря вот на... Мы все как бы в преклонном возрасте, да, стараемся помогать животным. Почему? Почему так получается? В молодости некогда было, что ли? Не знаю. Или мы с возрастом становимся более милосердны. Но есть очень важный момент. Вот я, несмотря на свой преклонный возраст, да, я обрела очень много светлых и добрых друзей, единомышленников, которые любят животных так же, как и я. А я люблю людей, которые любят животных. Я люблю вас, люди. Я по-прежнему могу доставить ваши посылки. Если у вас есть что-то объемное или тяжелое, то, что вы не можете довезти на Киевский вокзал, я поеду в любой конец Москвы. Мой электронный адрес есть в любой публикации на Дзене. И под роликами тоже можно спросить. Я дам телефон. Спасибо. 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 Спасибо.